Привет! Сразу предупреждаю, данный выпуск могут смотреть только те, кто в теме моей деятельности по развитию и экспериментам разработанного мною энергопосоха. Если вы не в теме, то настоятельно советую выйти из просмотра и забыть о его существовании, или сделать паузу и просмотреть предыдущие мои выпуски, ссылки на которые будут находиться в описании, и только после этого можете продолжить просмотр. За пять лет это уже третий эксперимент по дистанционному использованию вихревой энергии в оздоровительных целях. Терминология вихревая энергия чисто условная, чтобы хоть как-то характеризовать предоставленный эффект. А так это не совсем вихревая и не настолько энергия. Ну не буду философствовать, а примем как есть, так как это уже другая тема. Первый эксперимент по дистанционному влиянию на любых живых существ я выпустил 2 марта 2019 года, то есть 02-03-2019. Но анонс за него сделал 1 марта 2019 года, то есть 01-03-2019. Заостряюсь на датах неспроста, просто так сказать следите за руками, особенно те кто разбирается в нумерологии. Второй выпуск эксперимента, но уже с тремя энергопоцехами, состоялся 4 апреля 2020 года, то есть 04-04-20-2020, после чего я сделал нарезку 7 апреля 2020 года. Ну и теперь не должно быть неожиданностью мой сегодняшний выпуск от 11 ноября 2024 года, то есть 11-11-20-24. Скажу лишь одно, это мой ответ противодействию глобалистам. Пришло время действовать. А дальше уже сами додумывайте в меру своей компетентности. Еще напомню, что инициаторам выпуска уже целого ряда экспериментов дистанционного действия являлся не я, а отзывы посетителей моего канала более пяти лет назад, которые обратили внимание, что мои ролики при показе экспериментальных опытов с разными версиями посохов вызывали у них некую яркую реакцию и последствия, причем положительную сторону, отчего некоторые даже, так скажем, подсаживались на такое влияние и крутили мои ролики для постоянного действия. Поэтому я решил тогда провести опыты уже целенаправленно. Но клонировать, как и в прошлые разы, не видел смысла, а вот сделать вариант с шестью посохами, это уже совсем другой уровень. Тем более за последние несколько лет я изменил электронную базу, увеличил эффективную мощность и вел особый конструктив. К тому же все посохи, хотя и похожи внешне, но имеют самую различную комбинацию излучателей и разные частоты от 280 до 350 кГц. Некоторый, так скажем, разбор полетов моих различных экспериментов шестью посохами будет в отдельном выпуске. Вероятно, частичный, так как все рассказывать и тем более показывать, может оказаться даже уже опасным, как смотрящим, так и мне. Перед сеансом еще раз рекомендую. Те, кто первый раз участвует в подобном, будьте весьма осторожны. Если почувствуете сильное влияние, как то головокружение, слабость, странные реакции внутренних органов или своего состояния, лучше пока остановите эксперимент. Также не рекомендую планировать какие-либо активные действия после сеанса, как то силовые нагрузки и какие-либо ответственные действия, к примеру, долгое вождение за рулем, выход на работу, где требуется реакция и сосредоточенность. Лучше всего после сеанса запланировать некий отдых или даже сон. Так как одновременно будут работать сразу шесть посохов, то, соответственно, влияние на вас будет очень сильное. Вероятнее всего вам лучше сперва просмотреть первые и вторые сеансы, но не одновременно. Видео непосредственно смотреть необязательно, даже как и слушать. Для этого подойдет и мобильник, и монитор, и телевизор. Желательно сидеть или лежать. Просто можете положить мобильник рядом, даже выключить звук, включить ролик и закрыть глаза. Для тех, кто в первый раз, рекомендую, чтобы поблизости находился кто-то из родственников или знакомых для подстраховки. Может возникнуть ситуация, когда вы сами будете не в состоянии прервать процесс. Ну и вы должны понимать, что подобное может на многих никак не подействовать. Или, по крайней мере, с первого раза. В силу самых различных причин. И теперь, когда я вас достаточно напугал, переходим на сеанс. Все они, эти посохи, самых разных частот. От 285 до 350 кГц. Вот этот индикатор показывает, что я уже посох один включил. Действие уже на вас идет, но пока что я не активирую это все. И вот, видите, расстояние. Это где-то 50 сантиметров. Индикатор светится. Я вот его отставляю чуть дальше. Вот он уже сейчас не светится. Включаем следующие посохи. Как видите, вот загорелся. То есть, мощность повысилась. Как видите, вот на два посоха. Вот. Не светится. Вот сейчас уже три. Как видите, опять мощность повысилась. Здесь нет. Следующие. Уже четыре. Уже где-то около метра. И продолжает светиться. Еще один. И колонну. Как видите, опять мощность поднялась. И максимально, в общем, больше метра. Мощность, которая, в принципе, если было где-то полметра, 50-60 сантиметров, то стала больше метра. Значит, индикатор я показываю, что он тут работает. А мы приступим к сеансу. Я постараюсь несколько минут активировать именно поток энергии. А вы попробуйте прочувствовать, как и что работает. отставить. Отделиться. Уже. Быстро. Уже. 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 Продолжение следует... 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 Теперь я отключаю пока 2. Так как они взаимодействуют, сейчас он в пассиве. Естественно тут энергия очень плотная. Но именно вот эти вот сейчас работают в пассивном режиме, а 3 в активном. Ещё немного. Продолжение следует. Продолжение следует. Отключаю колонну. И средний. Как видите, вот этот передает этому. Средний уже не достает. Здесь тоже ещё пытается вот отсюда идти сюда. И всё соответственно здесь. Теперь 2. И. Включу опять без колонн. Продолжение следует. Продолжение следует. Как на вас повлияло. Какие были последствия. В зависимости от результатов. Я вероятно, как и в прошлый сеанс. Нарежу для сокращенного варианта. И возможно минутные выпуски для шорса. Да. Ещё поэкспериментируйте над животными и растениями. Надеюсь, будете удивлены. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok